День химика Пришла компания к этому празднику. Чем можно поделиться? Результат у нас хороший. И стоит отметить, что текущий год для завода ПМУ юбилейный. 40 лет нам исполнилось 18 февраля. Поэтому в целом мы итоги подводим уже начиная с начала текущего года. И самые главные итоги, что завод, несмотря на такой уважительный возраст, серьезный, он остается современным, модернизированным. Мы постоянно ведем модернизацию оборудования и основы вспомогательного. Очень активными шагами вошли в область цифровизации. И несмотря на такой хороший послужимый список и богатую историю, мы остаемся современными, модернизированными. И стараемся идти в ногу со временем по всем составляющим нашего производственного цикла. Вы уже рассказывали, что в пандемии и ремонты делали как раз масштабный ремонт. И сейчас тоже часть из них продолжается. Ремонты на заводе в любом идут в непрерывном объеме. И планы профилактические ремонты, те позиции, которые требуют остановки производства, конечно, сгруппированы в период капитального ремонта. И, безусловно, в прошлом году у нас был ремонт самый сложный за 10 лет. Последний он совпал с таким сложным коронавирусным периодом. И этот ремонт мы прошли успешно. В этом году план по ремонтам, безусловно, сжатий, сокращение, в силу того, что мы огромную работу сделали в прошлом году. Но, тем не менее, мы готовимся. И на начало осени у нас запланирована ремонтная кампания, где мы проведем плановые работы профилактические и продолжим развитие нашего предприятия в контексте цифровизации и модернизации. Давайте, может быть, сразу про эти планы подробно поговорим. Расскажите, что это за планы по цифровизации на начало осени? В цифровизации у нас сейчас два проекта идет в работе. Это внедрение элементов искусственного интеллекта для анализа громометрии. И второе – для позиционирования персонала на территории предприятия. Это преследует разные цели. Это, прежде всего, охрана труда. Это соблюдение дистанции. Это контроль применения специальной спецодежды и средств индивидуальной защиты. Такие разнообразные направления, которые перетекли в практическую плоскость. В принципе, мы за последние два года разные направления пробуем прощупывать, опробовать и которые видим практический эффект. Мы их применяем обязательно. А первый проект по гранулометрии направлен на повышение качества продукции? На оперативность реагирования. Если в технологическом процессе возникают даже незначительные отклонения, этот проект, результаты его дадут нам возможность оперативно реагировать и данный продукт просто не уходить, не отправлять потребителям, не фасовать, чтобы потом не приходилось перефасовывать. Просто реакция на отклонения будет в несколько порядков выше. Алексей Юрьевич, вы каждый год рассказываете о масштабных инвестпроектов. Что на этот год запланировал филиал и объем инвестиций, какой заложен? В этом году у нас интересный проект приступил к реализации. В апреле этого года у нас Совет директоров утвердил второй этап модернизации наших фасовочных мощностей. И мы, начиная уже с текущего момента, реализуем мероприятия, направленные на увеличение фасовки нашего основного продукта карбамида в МКР, биг-беги так называемые. И целевая планка данного проекта – увеличение фасовки до 600 тысяч тонн в год. Если мы на первом этапе говорили про 300 тысяч, то 600 – это практически 90% нашего объема производства. По сути, мы весь наш готовый продукт будем фасовать в мягкие контейнеры разовое использование. А это требование рынка, то есть есть такой спрос на мягкие контейнеры? Вы правильно сказали, это требование рынка, это требование по качеству, это больше спрос, более надежный спрос и, безусловно, больше доход. Это, знаете, как следующая стадия подготовки продукта. Либо оптовые продажи, либо такие розничные. Хоть это остается все равно рынок для нас бизнес-то-бизнес, но, тем не менее, продажа в мягких контейнерах более маржинальная, приносит больше доход предприятию. На каком этапе инвест-проект и сколько средств вы на него заложили? Проект, как я сказал, уже в стадии реализации, утвержден. В сумме на реализацию всех объемов работ будет направлено 975 миллионов рублей. Из них четверть уже профинансирования, по сути. И отличается данный проект от предыдущих наших задач в основном тем, что много будет сил и средств направлено на развитие ЖД, железнодорожной инфраструктуры в рамках предприятия. Если с точки зрения основного фасовочного производства мероприятия будут в основном направлены на повышение надежности, на повышение непрерывности производства, на автопогрузочные мощности, на безопасность труда, то именно на увеличение самой валового объема фасовки во многом пользу принесут мероприятия, связанные с ЖД, железнодорожной логистикой. Это пункт подготовки вагонов, участок ремонта вагонов и достаточно большой объем строительства новых железнодорожных путей. То есть, по сути, нам нужно научиться разъезжаться на территории нашего небольшого предприятия с точки зрения железнодорожных вагонов. А вот в целом экономика этих проектов, какой эффект вообще дает для компании? Насколько я понимаю, такие же мягкие контейнеры, карбамид дороже получается и компания получает больше прибыли? Да, безусловно. Вы правильно сказали. Карбамид дороже как минимум на 20-30 долларов за тонну дополнительного маржа. И для понимания я скажу, что к моменту, когда мы завершили и приступили к реализации второго этапа, средства, потраченные на первый этап, уже окупились. То есть, по сути, средства окупаются за 1,5-2 года и очень высокая эффективность. И самое главное, то, что эта эффективность связана, дает два таких положительных момента. Первое – это обновляется оборудование, а второе – возникают новые рабочие места. То есть, в рамках второго этапа проекта у нас добавится около 30 новых рабочих мест. Это как обслуживающий персонал, так и ремонтный. И в рамках первого этапа тоже было добавлено около 16 новых рабочих мест. Поэтому, в принципе, и достойный заработок обеспечивается дополнительным персоналом, и компания получает дополнительный доход. Раз вы заговорили про рабочие места, хочется вернуться к профессиональному празднику, «День химика». В этом году пандемия вообще позволяет каким-то образом этот праздник вообще отмечать, с работниками встречаться? Ну, все существующие ограничения, они, конечно, сокращают возможности для торжественных мероприятий. И пока, к сожалению, основное наше торжественное мероприятие, которое мы традиционно проводили всегда в «День химика», приурочено «День химика», мы пока перенесли. Но, в целом, с другой стороны, если посмотреть, это дает нам возможность весь 2021 год, ну, скажем так, провести в таком ощущении праздника, как «Химика», как «Юбилейного года». И в целом у нас был большой блок таких онлайн мероприятий, как «Фьюрале». Сейчас приурочено «Дню химика», большой блок мероприятий «Дню химика», но он тоже аккумулирован с «Юбилейным днем химика». Это и повышенная премия к празднику профессиональному, это лотерея среди работников и разная другая онлайн-активность, которая, таким образом, не ограничена нашими мероприятиями. Это тоже в пользу цифровизации. То есть, в целом, мы потихонечку учимся отмечать праздники в режиме онлайн. Но, конечно, важность для коллектива и необходимость такого личного торжественного мероприятия никто не отменял, поэтому я надеюсь, что через какое-то время, небольшое в течение года, мы основные мероприятия проведем. Но все работники, безусловно, положенные заслуженные награды получат и будут в торжественной обстановке награждены. Так вот, вы же каждый год действительно работников награждаете в этом году. То есть, вы тоже кого-то выделили, кто будет награждаться конкретно? Безусловно, мы проводим, как наши заводские конкурсы профмастерства, так и существует достаточно большое количество как отраслевых, так и федеральных, региональных и муниципальных видов наград, которые мы ежегодно проводим конкурс, комиссионно выбираем лучших работников и вручаем в торжественной обстановке. В прошлом году данная торжественная обстановка, по сути, не позволила обстоятельств нам ее обеспечить, и мы вручили в режиме онлайн, в режиме тет-а-тет. В этом году, в любом случае, мы постараемся в любом формате, но так организовать награждение, чтобы у людей, безусловно, их результаты работы, их отношения компании к их результатам работы отложились в голове, и люди были довольны и горды своими заслугами. Все фамилии, наверное, не перечислить, да, сейчас вообще? Какого вы будете отмечать? Нет смысла, да? Ну, конечно, это около 30 работников, все награды заслужены, все работники проявляют себя только с лучшей стороны, и тут сложно выделять, кто лучше, кто хуже, все молодцы. И ежегодно в данную категорию попадают самые добросовестные, кто, скажем так, работает с максимальной отдачей, работает с производственной инициативой, и является наставником для молодых работников. Это вот наши главные критерии, на которые мы ориентируемся, скажем так, предлагая работников к награждению по разным видам категории наград. У меня такой, Акси Юрьевич, последний к вам вопрос. Вы когда у нас были на пресс-конференции, я тоже его задавал, мне хочется вот к Дню химика тоже, так сказать, переформатировать этот вопрос. Насколько это сказывается в целом на предприятии, на кадровой политике, то, что вы проводите такие различные награды, какие-то, как вы сказали, премии. Поддерживает ли это такой статус социального? Предприятие позволяет ли это снизить текучку, привлекать больше кадров, больше молодых специалистов? Я думаю, это в сумме с другими мероприятиями работает в этом направлении. И текучесть кадров у нас одна из самых минимальных по отрасли, это хорошо. Поэтому, наверное, все мероприятия, они в сумме работают именно на популяризацию человека труда, на популяризацию рабочих специальностей. И тут, наверное, не надо выделять, все мероприятия нужны. И важно отмечать именно персональные заслуги работников, потому что любой работник, даже самый рядовой специалист, он вносит свой вклад в заслуженные в работу предприятия. И можно эти фамилии назвать, вот, например, в этом году орденом за заслуги перед химической промышленностью России первой степени мы награждаем сразу трех работников предприятия. Это Игорь Мальцев, обычный аппаратчик цеха карбамида. Это Андрей Шибаев, механик ремонтного цеха. Это Сергей Рыгачев, электромонтер по обслуживанию электрооборудования, электроцех. То есть обычные рабочие, работы которых непосредственно мы видим и ценим, и все они молодцы, заслужили свои награды. И вот из вторых, вот таких важных очень наград, самых почетных, это можно называть почетная грамота Министерства промышленности и торговли России. В большей степени она ориентирована на руководителей, поэтому в этом году награду заслуженно получают начальник смены в цехе АМИАК, Андрей Емельянов, и заместитель главного инженера по производству Андрей Крес. То есть вот, условно говоря, тот такой ведущий, наш, наверное, костяк, на который ведет, в том числе личным примером, показывает важность для предприятия, работу каждого непосредственно человека. И в целом для отрасли, и в целом для отрасли. И в целом для отрасли, да. Отлично, спасибо огромное. Алексей Аверьянов, наш студий директор филиала ПМО «Холдинга». Спасибо. Спасибо, Алексей Юрьевич. Редактор субтитров А.Семкин